Сейчас продолжается гонка солнцемобилей Solar Race 2023 по Казахстану. Гонка стартовала 11 июня и 17 июня начался первый соревновательный этап. Далее участникам предстоит второй с финишем в Алматы. В гонке участвует тук-тук «Баджач Максима» с двигателем с совмещенными обмотками «Славянка» ДА-90 производства компании АСПП «Вайхай». В команду входят пилот Владимир Попов, инвестор проекта двигателя «Дуйнова» и член клуба «Тысячи». Механик Олег Ковалев, главный инженер производственной кооперации «Ресурс». Гонки солнцемобилей впервые начали проводить в Австралии. Эти состязания популярны уже 20 лет. В Казахстане гонка проходит второй раз. Участвуют и поддерживают это событие эко-энтузиасты из Казахстана и России. Мы покажем, как развивались события у команды тук-тука от старта первого состязательного этапа. Благодарим команду за стойкость. Результаты на данном этапе оказались полной неожиданностью, прежде всего для самих участников. Ребята испытывают огромное давление и находятся в сложных условиях. На их мотивацию влияет множество негативных факторов. Однако тук-тук продолжает двигаться вперед. И, как сказал один из подписчиков, двигатель единственный безупречный участник гонки, который сработал по правилам и ни разу не подвел команду. Маршрут первого соревновательного этапа гонок Ак-ТБ Байконур. Его дистанция более 800 километров. На старте этого этапа команда попала в легкое ДТП с узбекской фурой. Никто не пострадал, а тук-тук получил прозвище тук-стук. Тук-тук вообще очень любят на дороге. Команда уже собрала коллекцию эпитетов и названий, которые дают нашему солнцемобилю дальнобойщики. Самая популярная – Чебурашка. Уже в первый день соревновательного этапа определился лидер гонки Даниил Ветриный на скоростном и легком солнцемобиле Рундук. 18 июня тук-тук прошел 70 километров и побывал в красивом городе Хромтау. Здесь находится одно из двух крупнейших в мире месторождений Хромитовой Руды. К сожалению, международная автомобильная трасса М-32, которая проходит через этот населенный пункт, сейчас в аварийном состоянии. На третий день тук-тук проехал уже 89 километров и увидел село Багецай. Надо сказать, путешествие тук-тука сопровождает великолепный ландшафт. Команда регулярно делится своими впечатлениями с подписчиками. Вместе с командой каждый может совершить онлайн-путешествие по Казахстану. На этом участке пути тук-тук пережил дождь и похолодание. Из-за облачности заряд доходил лишь до 120 ватт. Заряжаться пришлось долго. Но наш пилот Владимир сохранял хорошее настроение, так как узнал, что самый аварийный участок дороги почти преодолен. Использовал время, необходимое, чтобы переждать непогоду, на анализ ошибок. Единственное, в чем не ошиблись, когда собирали тук-тук, это хорошая выработка энергии от солнечных панелей. Что, правда, делает и без того тяжелый солнцемобиль зависимым от погодных условий и маломаневренным для гонок. Это первый опыт, и его главная цель – провести испытания и выработать конструктивные решения. В следующие два дня все еще были проблемы со связью. Прошли деревни Карабутак и Улгайсын. Попали в так называемую Долину Смерти, участок пути полностью без связи. Там проходит наибольшее количество ДТП, и местные жители верят в связь этого места с инфермальным миром. Решали проблему с переключением передач. Перебрали редуктор. Кроме того, спать получалось не всегда. В одну из ночей пилот самостоятельно доставал клеща из своей шеи. Другие ночи мешала саранча. Команда надеялась на улучшение погоды. Тук-тук проехал 57 километров. Это непростое испытание для команды – идти последними по пути, признавая ошибки и то, что не все условия получилось предусмотреть заранее. Что не позволяет пока продемонстрировать преимущество мотора. Проблему с коробкой передач решили быстро. Когда появилась пятая передача, Владимир не удержался и пролетел на тук-туке со скоростью 50 километров в час. Ощущения были приятными, но пришлось вернуться к экономичному режиму. После дождя вышло яркое солнце. Шли на фоне радуги. Удалось зарядить батарею до 1000 ватт. Впереди у команды личные рекорды и улучшение погоды. Все это время тук-туку везло на хорошую компанию. Верблюды, бараны, насекомые, лошади и козы. А иногда удавалось пообщаться с поклонниками. Тук-туку особенно рады дети. Ради таких эмоций стоит продолжать путь.